Как подключить наушники к компьютеру Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами СетСмарт, и в этом видео мы рассмотрим, как подключить наши наушники, наши наушники к нашему компьютеру, к нашему современному ПК. Ведь у нас есть наушники, которые нужно подключить, ведь мы хотим слушать в наушниках. Мы не хотим слушать с помощью колонок, а мы хотим с помощью обычных наушников слушать, допустим, музыку или смотреть фильм. В большинстве случаев, как он подключается к нашему ПК, у нас есть наушники, которые нужно подключить к нашему компьютеру. Давайте приступим к его подключению. Как он подключается, эти наушники, и как они заводятся, к какому разъему они подключаются, подробнее рассмотрим и послушаем, как играет, как играет в наушниках. Наушники идентично подключаются. Ваши наушники могут быть в разъеме USB. Вот такой вот у меня разъем USB. Некоторые наушники поставляются с этим разъемом. Некоторые наушники подсоединяются с помощью вот таких вот мини-джеков. Их называют мини-джек. Здесь даже на самих наушниках написано разъем наушника. Вот у нас разъем наушника. А с другой у нас разъем микрофона. Они вот таким образом отмечаются, таким образом, чтобы пользователь не перепутал эти самые разъемы. А в USB просто USB подключаете, и все. И ваши наушники раскачиваются. Подключение наушников происходит в эти самые маленькие разъемы. Вот у нас присутствует первый разъем. Это первый разъем. Это у нас наши наушники. Здесь даже обозначено разъем наушников, а здесь разъем микрофона. Как видим, вот у нас наши наушники. Если вдруг какие-либо проблемы, возможно, там не указано, где наушники, а где микрофон, то вы просто перетыкайте. Попробуйте переткнуть на другой разъем. Возможно, там у нас подключены наушники. Корпуса у всех разные. Наушники могут находиться даже снизу. Здесь написано, вот у нас разъем наушников. Первый штырек здесь обозначен. Значит, наушники его подключаем в этот разъем. Подключили. Разъем микрофона снизу можете подключить. Вот таким образом подключаются наши наушники. И теперь мы можем проверить наши наушники. Есть также разъем наушников. Разъем наушников вот такие вот, USB-шные. USB просто подключаете в USB разъем вашего системного блока, и просто так же наушники начинают работать. Конечно, нужно еще программно настроить, и все будет работать. В некоторых случаях у пользователей передние наушники не работают, то есть передние порты не работают. И в итоге ему нужно все равно наушники подключать. Для этих задач вам нужно развернуть ваш системный блок. Разворачиваем ваш системный блок, и здесь у нас есть такой вот разъем. Разъем для подключения наушника и микрофона. Вот они наши разъемы. Давайте попробуем подключить. Здесь у нас разъем микрофона. Вот у нас есть такие вот наушники. Этот от телефона наушники. Маленькие такие вот. Разъем точно такой же. Его тоже можно подключить к нашему разъему. С обратной стороны мы подключаем в разъем мини-джека, но при этом колонки придется отключить, чтобы ваши наушники работали. Отключаем центральный, вот именно центральный нижний разъем. Мини-джек отключаем кабель, и к нему подключаем наши наушники. Вот эти самые наушники от телефона, которые мы используем в большинстве случаев для прослушивания музыки на телефоне. Мы подключаем его разъем нашего мини-джека. Здесь у нас 6 разъемов подключения. Вот верхний и нижний. И именно центральный отвечает за подключение наших наушников. Здесь подключаем в центр, а именно крайний с левой стороны это микрофон. Теперь мы после того, как подключили, можем прослушать нашу музыку. Как будете играть на наших наушниках. В некоторых случаях ваши наушники могут не проигрываться. Вам нужно настроить звуковые настройки. Устройство воспроизведения здесь ищите. И смотрите ваше устройство здесь. Какие устройства подключены. Попробуйте поиграться с этими настройками. Возможно, вы сможете настроить ваше устройство. Здесь показываете отключенное устройство. Здесь настраиваете ваши динамики. Допустим, вот динамики. И ищите ваши динамики. Допустим, по названию видите. Samsung, CDU, Pro, Microphone. Это микрофон. В некоторых случаях вам нужно перейти в пуск панели управления. Здесь вы выбираете мелкие значки. Мелкие значки. И ищите диспетчер Realtek HD. Возможно, Realtek у вас. Возможно, VIA. Зависит от ваших программных настройок звукового драйвера. Вам нужно обязательно установить звуковой драйвер, который скачивается с официального сайта на вашу материнскую плату. Или, возможно, у вас отдельная звуковая карта, которую тоже нужно драйвера установить. И после этого вы переходите в дополнительные настройки устройства. Здесь выбираете настройки передние и задние выходные устройства для одновременного воспроизведения двух различных звуковых сигналов. Можете попробовать этот поставить. Или вот этот пункт первый, или второй пункт настроить и ОК нажать. В итоге, ваше устройство будет воспроизведить через переднюю панель. И посмотрите, чтобы передняя панель, наушники, здесь стояла у вас галочка. Также у вас есть микрофонный вход. И здесь с обратной стороны выход на передние динамики. Это у нас сюда попробуйте подключить наушники. Может быть, заработать с обратной стороны. И звуковой драйвер также проверите. И звуковые эффекты попробуйте проверить. Вот таким образом включить. И проверить звуковые эффекты на ваших наушниках. Наушники именно тоже в реалтеках смотрят, настраиваются. И здесь и смотрите. Как видим, наша музыка играет из этих наушников. Довольно громко. На полную громкость включено все. И музыка играет. Наушники вакуумные. И музыка играет. А если вы эти наушники у вас короткие, и системный блок вы просто развернете на место, то кабеля может не хватить. Как видим, я кабель, его системный блок на место поставил. И этот кабель не дотягивается до стола. Возможно, если у вас передние разъемы просто не работают. В итоге эти разъемы не работоспособны. В итоге вы подключаете с обратной стороны. Ищите наушники с более длинным кабелем, чтобы до стола он хватило. Здесь он просто короткий. И его просто не хватает. Поэтому к этому приглядитесь. Давайте теперь отключим с задней стороны наушники. Отключаем наши наушники с обратной стороны. И попробуем подключить. Теперь давайте подключим наши наушники по USB. Как они будут играть. Как видим, наши наушники здесь можно даже звук отрегулировать. Включите звук. Подсветку включим. Как видим, с наших наушников звук довольно громко играет. И на этих наушниках по USB тоже можно. И это у нас наушники от Defender. Фирмы Defender. И довольно громко играет с помощью USB подключенные наушники. Мы настроили наши наушники. Теперь давайте третий наушники. Вот у нас третий наушники. Попробуем их подключить. Отключаем наши наушники. Подключаем по мини-джеку. Сначала вот у нас микрофон. И вот уже играет с третьих наушников. Вот наши третий наушники. Кабель довольно длинный. Его можно даже с обратной стороны подключить эти наушники. Если у вас передние парты не работает, то здесь кабель довольно длинный. Подключайте с обратной стороны и просто слушайте из наушников. При этом, конечно, вам колонки придется отключить, чтобы с обратной стороны подключить его. Ты мой друг, подпишись и на лайки не скупись. Я сниму еще видос, если вам понравилось. И зашлите мне донат, буду очень-очень рад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...